Самое простое и близкое для родителей записать ребенка в школьный лагерь с дневным пребыванием. После учебных будней идти по знакомой дорожке на смену необычно, но ребята быстро привыкают, что учеба ушла на второй план. И строгие учителя теперь ведут игры и конкурсы. Их тут каждый день проходит огромное количество. Утро ребята традиционно начинают с зарядки. Она помогает настроиться на предстоящий активный день. В Шашковской средней школе действуют два летних лагеря. Один простой, а второй профильный с экологической направленностью. Его идея проста. Воспитатели решили, что проводить время на природе хорошо, а изучать ее попутно еще лучше. Тем более в школе большая коллекция исследований на тему биологии. В самом лагере работают различные тематические площадки. Скучать маленьким посетителям не приходится. Всего их, кстати, 30. Каждый день тематический. День у нас проходит под знаком чего-то. Например, сегодня у нас день бережливости. Или ребята сегодня с удовольствием будут играть с гномом-экономом. У нас есть команда защитников энергии. Сегодня они будут контролировать сами весь процесс. Поэтому самоуправление как такое у нас прослеживается. Но каждый день, например, первый день у нас был день безопасности. Потому что в любом случае ребята должны быть защищены и знать, как себя вести в различных ситуациях. Запланирован день духовности. Мы очень хотим, чтобы ребята посетили нашу церковь. Агрогородка, она очень красивая. У нас замечательный настоятель, отец Сергий. Он проведет, говорил, экскурсию. Познакомит с иконами, со временем строительства. Ну и расскажет, какие правила поведения все-таки во время священнослужения. Экскурсии в природу. У нас есть экологическая тропа, в рамках которой посещают ребята станции различные. У нас есть станция Крыничка. У нас есть станция озера Надежды, куда дети, естественно, приходят и исследуют природу, которую населяют различные экосистемы. У нас есть те самые маленькие, которые в первый раз пришли к нам. И мы им с удовольствием и рады, и встречаем с нетерпением. И есть те, которые уже постоянно, каждый год у нас приходят. Возраст разнообразный. Если профильный лагерь, то мы брали с 4 по 7 класс, так как детки биологического направления, ну, может быть, чтобы им было интересно и уже осознанно вступать к изучению биологии такого предмета. А детки уже площадки наши, они с 1 по 3 класс более маленькие. Я считаю, что такие лагеря необходимы, потому что родители, они все-таки на работе. И у всех какая-то занятость. И вот такое небольшое подспорье, как оздоровительный лагерь, я думаю, поможет каждому родителю освободить немножко свое время. И я думаю, с пользой провести для воспитанников лагеря. Программа лагеря традиционно насыщенная. Есть творческие минутки. Например, ребята составляют поделки из вторсырья. Необычные материалы здорово помогают им развивать воображение. Для любителей активных игр в лагере проводится много спортивных состязаний. И это не только мини-спартакиады, но и игры на свежем воздухе, многие из которых дети узнают впервые. Участвуют, конечно, с удовольствием. Тут один игрок катает мешочек почти что по земле. И участники должны прыгать, чтобы их мешок не задел. Если мешок кого-то задел, то он следующий должен катить мешок по земле почти что. А ты часто выигрываешь в этой игру? Ну, меня часто тут не задевают. Большое внимание уделяется и познавательной части. Викторийные тематические опросы для ребят проводят сказочные персонажи, чтобы было веселее и интереснее. Сами педагоги активно включаются в игру. Говорят, так и на несколько лет помолодеть можно. Тем более, что приятные хлопоты начинаются еще задолго до открытия лагеря. Нужно ведь каждый день наполнить новыми впечатлениями. Если что-то интересное попадается, думаешь, ага, это можно в лагере потом применить. И советуемся с завучем по воспитательной работе. И, конечно же, здесь интересы детей учитываются. Дети очень любят флешмоб, танцевать, что-то такое совместное, когда каждый может проявить себя. Любят игры с мячом. Ну, мы играем в игры такие массовые, когда можно показать свои способности как лидера. Детям это тоже очень нравится. Поэтому каждый здесь проявляет себя в любой игре. У нас, конечно, есть свой план, по которому мы работаем, придерживаемся, советуемся с педагогами, советуемся с детьми, чтобы им было интересно. Поэтому, ну, готовиться нужно. Ну, что уж тут говорить, времени на это нужно потратить. И, естественно, детям нужно, чтобы были какие-то атрибуты. Они любят, чтобы если мяч, то не один, их было много. Если обучи тоже, чтобы было весело. И самое главное, ну, чтобы настроение у детей не пропадало, не терялось. Впрочем, что-что настроение в лагере ребята точно не теряют. На лицах только улыбки. Ведь даже свободной минутки нет, чтобы заскучать. Некоторые дети приходят в лагерь каждый год. Уж очень им нравится активное лето. Я уже не в первый раз, тут уже много была. И мне очень здесь нравится. И я отдыхаю в профильном биологическом лагере «Веросок». И кроме отрядных мероприятий в школе и на ее территориях, мы каждый день ходим на какие-то экскурсии. Так мы уже побывали на станции электробиологической тропы Краничка, Краничка, озеро Надежды, лесничестве. И путешествовали по новым улицам родного агрогородка. Тут разные загадки, загадки. Мне очень нравится, мы все вместе отгадываем. И очень весело. Я не в первый раз отдыхаю, но тут нравится мне. Тут много детей, с которыми можно познакомиться. К нам потребователи хорошо относятся. И всегда, когда мы, например, хотим куда-то отойти, надо их всегда спрашивать. И много игр придумывает. Мы играли еще «Летел лебедь» и прыгали на скакалках. Ну, я думаю, можно пойти в лагерь, подружиться, чтобы было хорошее настроение. Заполнилась в лагере стопроцентная. К каждому ребенку здесь найдут свой подход. Помогут раскрыться и интересно провести летние каникулы. А самое главное – научат быть частью большой и дружной команды. Самое главное, чему мы хотим их научить – это дружить. Чтобы они умели дружить и ценили это качество. Ну и, естественно, доброта. В коллективе находиться тоже очень важно научиться, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким, не уходил куда-то где-то под кустиком посидеть, отдохнуть. А именно, чтобы ему было комфортно в обществе. В августе здесь запланирована работа еще одного лагеря – военно-патриотического – с 9-дневной сменой. Ребята смогут даже переночевать в школе. Некоторые ждут такого необычного опыта с нетерпением. Также для участников смены подготовят уроки по скалолазанию, стрельбе и строевой подготовке. Скучать точно не придется. У лагерей с круглосуточным пребыванием вообще своя романтика.